Сегодня к нам пришел замечательный человек, рассказ которого мы так вот прервали. Он вместе с нами и мы вместе с ним путешествовали, нам все это понравилось. И сегодня опять у нас в гостях Владимир Николаевич Симонов. Он нам будет открывать дальше свои тайны прекрасные. Вам слово, дорогой. Спасибо. Давайте поприветствуем. Спасибо. Наверное, для начала расскажу, как началось мое увлечение историей. До 1993 года я занимался разными видами коммерции. Это было такое время, знаете, переходной период от социализма к капитализму дикому. В это время у нас было малое предприятие на базе ДСШ по радиоспорту. И мы там занимались с разными видами деятельности, производствами и так далее. Но в 2003 году грамотные экономисты подсказали Ерцину, что нужно снять предел рентабельности на производстве. В связи с чем цены на все товары и услуги взлетели до небес. Вы помните это время. Тысячу раз все начало подниматься. Вверх цены на все и вся. И тогда я пришел к выводу, что пора заканчивать с этими всеми играми в экономику. Поскольку финансов я тогда заработал достаточно много, было желание уехать из страны в Канаду вместе с семьей. Но мои дети меня отговорили. Они в это время уже учились в наших институтах. Сказали, что давайте закончим обучение в институтах, а потом уже будем решать, будем он выезжать или нет. Но спасибо моим детям, я остался в стране и не жалею об этом нисколько. Чем я начал заниматься в тот период? Пошел я в наш музей про зрительное право, директор Аханько. С ним поговорил, и он выписал мне пропуск. Я начал ходить как на работу в наш музей. Там очень хорошие фонды. Я начал знакомиться с археологией, историей древней и так далее. Перечитал все эти большие такие фолианты, начиная от неолита, потом бронзового века, потом железного века. И настолько меня это увлекло, я начал посещать и Лермонтовскую библиотеку, старую книгу по старой фонде. Значит, цель была какая? Изначально была цель, это изучить историю казачества. Поскольку у нас казачий край, Саврополь, начало изучать, начиная от истории города Саврополя, создание Азова-Моздовской линии. То есть вот эти крепости, которые строились в тот период, и Суворов как раз он курировал строительство этих крепостей. Меня это, в общем-то, очень здорово увлекло. Но я, значит, собрал какой-то материал, и, значит, была попытка и цель написать какую-то монографию. Монографию на эту тему казачества. Ну, история настолько многоплановая, многосторонняя, что меня потянуло в разные стороны. И увлекло очень это древнюю историю. А получилось каким образом? У меня сын охотник, рыболов такой заядлый. Он выписывал журнал «Оружие» бы он назывался. Журнал или приобретал. И я, значит, открыл этот журнал «Оружие», увидел статью про кузнеца Ипполитова. Кузнец Ипполитов, он жил в Моздоке, и он изготовил копию древнего жертвенного ножа, где на рукоятке были вырезаны руны, какая-то руническая надпись. Ну, мне стало интересно, вообще, что такое руны, руническая письменность. Я для себя обнаружил, да, что существует футарк так называемый, то есть это руны, значит, они считаются древними германскими рунами, потом скандинавскими рунами и так далее. Потом я дошел до архонских рун, то есть это дальний у нас Восток, где река Архонта, значит, и вот там были найдены тоже, значит, рунические надписи на камнях и прочее. И, значит, я тогда попытался вот эту надпись расшифровать, но не очень у меня хорошо это все получилось, и тогда мне попала в руки книга, значит, сейчас я вам скажу автором, значит, Олег Фомин «Священная Артания». Книга была издана, знаете, в 2005 году, и там был, в этой книге, был, значит, напечатан вот такой древний литовский флаг, древний литовский флаг, и три божества были здесь изображены на флаге, и была руническая надпись. В этой книге Фомина была попытка, значит, эту надпись прочитать. У них получилось такое, значит, прочтение этой рунической надписи «Берег Ридан». «Берег Ридан», они долго муссировали, что это за «Ридан», что за «Берег» и прочие дела. Ну, тогда я взял, увеличил этот флаг и увидел, что первые две буквы, поскольку это сакральная вещь, флаги, божества, сакральные вещи, здесь первые две буквы были вписаны, первые две руны, одна в другую. О, Б. О было вписано руну Б. Получилось слово «Оберег», не «Берег», а «Берег», и не «Ре», а тут «Руна Турс». «Оберег те дам», «Оберег тебе дам» вот этими тремя божествами. А над этими божествами, значит, три руны, которые как раз обозначали наименование этих богов. Понятно, бог, который держит в руках череп, это бог подземного мира, Велес. Над ним руна Б как раз. А руны тоже перевернуты, то есть они перевернуты, опять же, сакрализация происходит. Второй, значит, здесь с молниями в руках, ну, они решили, что, в общем-то, это Перун, который метает молнии, т.д. Нет, а руна С, Стребок. Стребок был братом Перуна и тоже обладал теми же способностями метания молнии, т.д. Ну и третья руна, руна Т, Д, т.д. Дай бог, это наш предок, мы считаем все детями дать бога. Вот эти три бога, которые, оберег которыми был дан древнему литовскому государству. Литва разговаривала на славянском языке, что подтверждается этой рунической надписью. И письменность была руническая, и язык был тоже славянский. На сегодняшний день Прибалтика решила, что они совсем отдельные государства, они не имеют отношения к славянам, на самом деле это все не так. Вот так была расшифрована, значит, надпись на этом флаге, что я включил в состав этой брошюры. Вторая расшифровка интересной надписи была у меня на так называемом Этокском извоянии. На реке Этока, возле Пятигорска, стояло на кургане, стояло каменное извояние воина. На каменное извояние воина, на нем были еще высечены барельефы разные, и была надпись. Надпись, значит, она была славянскими буквами и греческими, там были разные буквы, причем буквы славянские, те, которые шипящие буквы, где в греческом алфавите, таких букв нет, а здесь они присутствуют. Ну и попытка, например, был такой Александр Вьезвини, Александр Асов, который много каких-то исторических книг и своих исследований, там он переводом Велесовой книги у него, там славянские руны и прочее, славянские веды, вернее. Он, значит, сделал неуклюжую попытку расшифровать эту надпись на этом Этокском извоянии, и, ну, для того, чтобы реально попытаться расшифровать эту надпись, я поехал в исторический музей, потому что вот это извояние этого древнего воина, его сначала перевезли в Пятигорск на аллею, а потом увезли в исторический музей. Ну, попытка сфотографировать и потом сделать прорисовку этой надписью у меня не получилась, тогда я воспользовался теми прорисовками, которые были в книгах Асова, Гюденстентерда и так далее. Значит, Асов предположил, что это захоронение Буса Белояра, то есть древнего славянского князя, который жил здесь, на Северном Кавказе. Значит, на Северном Кавказе проживало множество племенных объединений антов. Анты – это тоже древние славяне. Но там был такой симбиоз, там, аланы, анты, они, в общем-то, очень здорово взаимодействовали друг с другом. Значит, каким образом Асов расшифровал эту надпись? Ом, Боже, Ом, Ом, Кхайе, Ом, Кхайе, Пабус и т.д., Бус, Яр, Бус. В общем, я посмеялся над этой расшифровкой, стало смешно. Тем более, сюда мне сказали, что это написано какими-то там фракийскими пиласовскими рунами. На самом деле ничего подобного. И тогда попытка моя нашла шифровать эту надпись вылилась вот в такое прочтение. Ну, вот смотрите, первая же фраза – «Ен ежи теос». Четко читается. Я являюсь богом, по сути. Ну, князем, да, князем, богом и т.д. И дальше, значит, получилось при расшифровке, получилось то, что на этой стеле был высечен договор между князем Славян и царем Нарта. Князь Славян разрешил поселиться на этой территории царю Нарта. То есть надпись выглядит таким образом. «Ен ежи теос ай ой ой согу а тут». А перевод приблизительно звучит так. «Я являюсь князем Славян. Согласно тут сказанному, здесь царя Нартов поселил. И кто клянется, кому во лжи, и кто тать в этом углу леса. А им, наверное, решит, кто. Окал е аос гады». Значит, ну, изначально я попытался расшифровать так, что тот, кто нарушит данный договор, на кол его посадит и так далее. Но нет. Борелев, который был высечен на этом монументе, я правильно его расшифровал. Там присутствует каляда, пятиглавый дракон, закованный цепью. И на этом драконе каляда потом улетел на небо. И это все там присутствует в изображении. И тогда наказание как раз существовало не от божественного наказания, а от каляды. То есть каляда его осудит, как гада дракона. Вот это расшифровка надписи. И впереди здесь, значит, большой такой чан стоит. Князь Славян с чашей в руках. И царь Нартов на полусогнутых. Они, значит, стоят, то есть заключение этого договора. И все это было здесь обозначено. То есть прорисовано на этих барелепах, которые были высечены. Ну, никто из академиков пока не опротестовал мою расшифровку. Я думаю, что она соответствует определенной действительности. Приезжал сюда Феркович. Это любители истории из Одессы. Поскольку здесь был хазарский каганат в свое время. Он сюда приезжал, чтобы, поскольку верхушка хазарского каганата, она, значит, была иудейская, по сути дела, иудейскую религию тогда. Значит, для верхушки. Ну, он здесь ничего и нашел. Тем более на этом кургане, где предполагалось, что захоронят буш, там не было захоронений. Потом через несколько лет я увидел, прочитал информацию, что там продолжили расслабки и что-то, в общем-то, было найдено. Но пока у меня информации нет. Значит, это вот такое вступление о надписях «Хорошо Проттую». Поскольку, значит, мне было интересно посмотреть те исторические места здесь в Кавказе, вот, у нас есть городище, очень древнее городище. Оно находится, значит, сейчас я вам скажу. Мы туда выехали, как раз, вот, с издателем этой книги Андреем Надышиным, потом с краеведом, с нашим Васей Гаазовым. И древнее Аланское, значит, городище. Оно очень огромное. На входе в городище там три огромных камня, и на одном из них высечены петроглифы. Петроглифы – это на камнях высечены какие-то изображения, там, дикие животные, там, охотники с внуками, ковьями и стрелами и так далее. Мы посетили, значит, это городище. И вот фотографии, значит, в этой книге опубликовали фотографии из этого древнего Аланского городища. Вот этот саркофаг, который стоит у нас в музее, во дворе музея сзади, он как раз оттуда был приведен, переведен туда, в наш музей, и Ханьков в свое время сделал как раз вот расшифровку всех этих изображений, то есть семантика саркофага древнего, кому оно было посвящено, какому-то аландскому древнему воину, и, как сказал, написал о Ханьков, что это было как раз истоки зарождения еще христианства на северном Кавказе, поскольку там стоит некто, похожий на священника, у которого поднят два пальца так вверх, значит. То есть еще, может быть, двоеперстие было тогда, приключение и так далее. То есть вот мы посетили такое интересное место. Потом мы, значит, путешествовали по Карачаево-Черкесии, там, где очень много древних памятников, архитектуры, храма очень много, вот, значит, с Николаем Ивановичем, он был детским хирургом в Черкесской больнице, мы с ним договорились, и он, значит, несколько дней водил по всем этим достопримечательностям, и он молодец, он нас здорово познакомил с этими захоронениями, которые на пскалах там вырублены были и так далее, поскольку он тоже вот такой увлекающийся человек, и у него большая коллекция была найденных вот этих полудрагоценных камней, разного рода, вот такие, друзы там и так далее. Вот, и в гараже у него целая пуча этих камней лежала, я ему подарил станок, такой деревообрабатывающий с этим алмазным кругом, чтобы он мог все это распиливать, он приходил там, обращаться куда-то на завод, я ему отвез в станок, и вот теперь берите и пилите свои эти драгоценные камни, а у него очень большая коллекция, у нас даже есть фотографии, мы засняли его коллекцию, очень интересно. Вот это, значит, здесь по месту увлечения было. Потом, значит, мне попалась информация о древнем городе Арии, Аркаиме, и, в общем, эта информация меня настолько увлекла, что я все, что мог собрать об этих древних городах на Южном Урале, и потом вышла вот эта книга, небольшая книжка «Тайна древнего Аркаима», раскрыта. По сути, значит, в этих 70-х годах у нас очень здорово в стране начали заниматься мелиорации, строить водохранилища, строить какие-то ирригационные системы и так далее. Вот эта территория, где протекает приток реки Урал, Большая Караганка, значит, там должны были строить Большую Плотину, затопить эту территорию, а перед затоплением обычно должны дать свое резюме, значит, археологи. Они должны эту местность исследовать и дать свое заключение, что нет ничего там. Это происходило, например, когда строилось Цемлянское водохранилище, и вот этот город, древний город Аркел, который попал потом под затопление, и Артамонов с командой археологов, он тогда, они очень активно исследовали эту всю территорию, после того, как они уже, можно сказать, ну не все, конечно, но в большинстве исследовали все эти застранения, там древние памятники, после этого уже была построена Плотина, эта территория была затоплена. Даже и там, значит, археологи копнули там пару раз лопатой, сказали, да вроде тут ничего нет. В это время прибежал какой-то мальчик, школьник там, и сказал, говорит, а вот вы знаете, вот дальше, вот там на территории есть какое-то вот круглое такое образование в виде какого-то, может быть, города и прочего. Я не знаю, значит, туда, выехали на это место, начали копать, да, оказалось, что это древний город, круглой формы, и часть этого города сегментарно была раскопана. Были сделаны реконструкции, занимался этим Челябинским университетом, ну там, значит, у них профессор Данович, который тоже очень много в этом труду написал, и я, значит, использовал свои книжки, его работы для того, чтобы проанализировать, что это вообще, что это было. Почему, да, еще такое, значит, отступление, почему крепости, города строили круглой формы? Ну, наверное, вы знаете, большинство из вас, что наши древние предки строили дома. Они строили дома квадратные. А почему квадратные? Ну, вот если возьмем квадратный дом 6 на 6 метров, да, размера, 6 и 6, 36 квадратных метров получается площадь дома. А если возьмем дом 8 на 4 при том же периметре, 4х8 – 32 квадратных метра. То есть мы теряем 4 квадратных метра при том же периметре стен. А если мы сделаем круглый дом, то мы получим при периметре 24 метра 42 квадратных метра. То есть резко увеличивается площадь, когда вы строите круглый дом или круглую крепость. И вот Данович, когда они уже обнаружили вот этот город Аркаим, он на дельтаплане, в таком моторном дельтаплане, пролетел над этой территорией и обнаружил, что там таких городов более 20. И они были разные по форме. Прямоугольные, квадратные, овальные и так далее. То есть при строительстве вот этих крепостей, городов, был поиск формы, какая оптимальная форма крепости. И очевидно, вот эта крепость Аркаим, круглая форма, она и оказалась самой удобной. Потом, значит, Аркаим был населен в течение 200 лет. После того, как прошло 200 лет, жители покинули этот город. Он оказался практически почти чистым. То есть они его там вычисли, подмели и ушли. Почему? Историки, археологи высказывали гипотезу, что наступили какие-то там катаклизмы, изменения климата и так далее. Но андроновская культура, к которой относятся жители Аркаима, они ушли из городов. Но там остались андроновцы на этом месте. Как они строили вот такие дома, значит, полуземлянки и так далее. То есть они не уходили. Я пришел к выводу, что вот эти города, жрецы обучали разные рода, обучали строительству городов, обучали металлургии, обучали сельскому хозяйству, потому что там ирригационные системы были обнаружены вокруг этих городов. И потом этот род собирался и мигрировал. На юг. В основном на юг мигрировали. То есть регион Средней Азии, Дальнего Востока, Китая. И на юг в Уфимтарии дошли до Индии. То есть 70% верхних сословий Индии состоят из Древних Арии. Так называемая арийская гоплогруппа Ир-1-1. Вот некоторые вопросы, которые Занович и его соавторы, и многие археологи, историки, не смогли ответить на какие-то вопросы. Я попытался на эти вопросы ответить. Вот в этой своей брошюре. Значит, ну, это может быть не всем будет интересно, но тем не менее. Они сделали вывод, что была уже имущественная дифференциация в тот период. Почему? Потому что центральные захоронения возле этих городов, некрополя, они были более насыщены инвентарем и так далее. А периферийных нет, меньше. Но на самом деле центральные захоронения, это были захоронения жреческие. Это жрецы, которые воспитывали и обучали этот род очередной, и потом его отправляли. И когда они умерли, захоранивали в центре вот этих некрополей. А периферийные люди, естественно, убыль была, и поэтому периферийные захоронения были бедным инвентарем. И, значит, интересная особенность города типа Аркаим, это то, что они, это был бронзовый век, они совместили печь металлургическую с колодцем и выбили трубу. И вот этот перепад давления от колодца до верха трубы создавал большую мощную тягу, достигалась большая температура оплавления орудой медной, и они выплавлялась медная руда. И они изготавливали, значит, вот эти орудия уже, оружие, орудия из медных руд. Потом Аркаим и вот эти города, и эта культура, значит, тарийская, они изобрели колесо, колесницы. И потом, когда уже пошла миграция на юг, на восток, в общем-то, у них соперников не было, потому что вооруженные воины мощным оружием, колесницами и так далее, они могли покорить всех и всяк, что, в общем-то, история нам показывает. Вот этот Ближний Восток, юг, там везде были племена арийские, которые несли свой уровень культуры достаточно высокий. Ну вот, в принципе, потом здесь у меня материал здесь сделан в виде комментариев, то есть я даю тему историков, археологов, а потом даю свои комментарии, свое понимание вот этих процессов, которые происходили в тот период. Ну, вкратце об этой книге. Потом меня заинтересовало одно время, поскольку я родом из казаков, а мои предки были орловскими городовыми казаками, то была какая-то такая подспудная тяга к оружию, особенно к колоннам, к дружке. И когда еще был школьником, мы, значит, с моим другом, его отец был егерем, значит, у них там масса было оружия разных и так далее. Мы брали эти ружья. Патроны можно было купить в спортивном магазине, в мелкокалиберной винтовке, значит, мы покупали эти патроны, хотели, стреляли там, значит, и прочие дела. И потом у нас в этом магазине, в охотничьем, появились продажи первые охотничьи ножи Московского производственного комбината. Ну, мы пришли, говорят, продай нам эти ножи. Говорят, нет. У вас есть охотничий билет? Нет. А дают только продажа идет по охотничьим билетам, поэтому эти охотничьи нам ножи не продали. Пришлось самим что-то делать из ножей. Какие-то железы, как мы сами вытащивали все ножи и ходили, в общем-то, в лес, уже вооруженным, в холодном оружии. Узнал, а, попалась мне книга, значит, «Тайна булатной стали». Автор Годиновский. Я прочитал эту книгу. Она оказалась очень для меня интересной, поскольку там, в общем-то, рассматривались вопросы изготовления в древности булатной стали, оружия из этой булатной стали. И был там, значит, Кузнецов в этой книжке, один из авторов, вернее, да, который давал материалы в эту книгу. Он Кузнецов, был Кузнецов по профессии, был по профессии Кузнецов, и его тоже увлекла эта, в общем-то, история булатной стали. И он начал попытаться выплавлять самостоятельно какую-то булатную сталь, и потом, поскольку он не был ножовщиком, его друзья потом делали из этой стали ножи. Я поехал в Москву, нашел на рынке этого Кузнецова, пообщался с ним, расспросил про булату, про стали. Да, но все, я это уже было увлечение, я уже этим бросил заниматься. Я изготавливаю сейчас инструмент разный, это плотность, столярный инструмент. И на сегодняшний день очень много уже хороших легированных стали появилось, поэтому булат это уже древность. Но тем не менее, я в крае у нас обнаружил двух человек, которые занимались булатными сталими. Один из них, значит, проживает в Грачевке, Дмитрий. Я нашел его телефон, созвонился, поехал к нему в гости. И казалось, да, что, в общем-то, он раньше занимался его отец, он занимался мебелью, изготовлением мебели, а потом для друзей сделал ножи, охотничьи ножи разные и так далее. Ну, ребята ему, друзья, подсказали, говорят, а ты вообще займись серьезно ножами, у тебя это все получается. Он закупил себе станки, и, значит, выплавили они булатные, вот это булат, где-то на заводе, как я понимаю, и после где-то второго и третьего посещения он мне подарил кусочек, знаете, такой булатного сплава, небольшой булатный сплавок. Я, прочитав всю эту литературу о булатах, положил в печку, у меня на даче есть, значит, как она называется, не сауна, да, она такая, печь. Я в печку, значит, выпил в своей бане, положил внутрь этот сплавок и несколько раз, протапливая печку, значит, производил лоджик вот этого булата. После этого познакомился с одним интересным человеком, он по профессии был ювелиром, занимался керамикой. Я его уговорил, мы купили большой молот и начали ротковывать разную сталь, дамасскую сталь, булатную, вот, ротковали мы вот это сплавок, значит, и готовили два ножа. Это было лет 10 назад, вот, этот булат, нож из булатной стали, он до сих пор у меня на даче, 10 лет назад я его наточил и больше не точил его ни разу, вот, 10 лет режется этот нож, был из этой изготовленный булатной стали. То есть, как оружейная булатная сталь была очень мощной сталью и выплавляли ее специалисты в Индии, и в России были, так называемые, мечи хоролужные. Хоролужные мечи, это как раз мечи из булатной стали, то есть, на Руси тоже рецепт этой булатной стали изготовления был известен, и у нас изготавливали мечи, как раз вот из этой стали булатной, которые очень мощно рубили врагов. Потом я поехал в село Донское, там есть Саша Калинин, атаман местного казачества, они тоже выплавляли булатную сталь, два ножа, значит, сумели расковать, остальные у них тоже рассыпались эти складки булатные, потому что надо отжигать эту сталь, как я понял, по технологии. Ну и, значит, вот в этой книжке у меня как раз материал о булатной стали, и сюда же я включил материалы нашего Павла Петровича Аносова, который в Златоусте в свое время снова открыл, открыл снова тайну русского булата. И сумел, значит, изготовить булат, отлить, сварить булат, и первое, что он сделал из булатной стали, это он сделал косы, косы, которые можно было несколько раз точить, не точить, а, в общем-то, точить очень долго, и она не тупилась. Вот, например, кто такой интересный, она, значит, металлур Аносова. Это что касается булата и моих исследований. Потом выезжали мы с Андреем Надершиным в Изобилинский район. В районе села Надежды там был подземный ход, и по легендам этот подземный ход шел оттуда, от Найденовки, видите, до села Московского под землей. Настолько, что там даже могла проехать запряженная телега. Телега, и вроде как вот по этому подземному ходу народ там проезжал. Потом люди стали там пропадать, и тогда взяли вход, вот это взорвали. Но я могу рамкой определять подземлей подземные ходы, кабели, трубы. То есть берется рамка, ты идешь, и там, где ты пересекаешь какие-то коммуникации подземные, рамка поворачивается. То есть человек является индикатором, ну, в смысле, сам приемником, а рамка это просто стрелка, которая поворачивается. Да, и там мы, значит, походили, я обнаружил, как проходит этот ход подземный, он, значит, идет, потом поворачивается в гору направо, и там, где был поворот, там лежал камень. То есть кто-то до меня уже исследовал это место, и Андрей меня сфотографировал. Но самое интересное, это когда после была проявлена пленка, оказалось, что передо мной стоит какой-то силуэт. Вот здесь, значит, в этой книжке. Напечатали. То есть, вот здесь стою я с рамкой, а вот тут такой светлый силуэт передо мной, где-то высотой полтора метра. Что это такое, непонятно. Что за силуэт? То есть, какая-то сущность, которую мы не видим глазами, на самом деле, они существуют. Вот эти сущности непонятные, но тем не менее, да, вот такой момент, значит, произошел, когда мы там исследовали эту территорию. Потом, для того, чтобы сборник насытить разными материалами, после того, как я построил свою парусную лодку, проплыл на ней тысячу километров, написал вот эту книгу «Тысяча километров мечты под парусом», я в этот сборник включил материал, который называется «Строим парусную лодку». «Строим парусную лодку», где я расписал полностью от проектирования лодки до и постройки лодки, управления, поэтому, этой лодкой, значит, и так далее. То есть, любой человек, который хочет попутешествовать на парусной лодке, может взять эту книгу, прочитать и построить, в общем-то, лодку любых размеров. У меня, как я уже говорил, лодка 3 метра и 3 сантиметра длиной, потому что я ее строил на лодке пятого этажа, а лодка пятого этажа у меня была длиной 3 метра и 3 сантиметра, поэтому лодка получилась трехметровая. Мой ученик строил уже лодку длиной 4 с половиной метра, и они с другом с этой лодкой поехали в Лазаревскую, на берег моря, и катали там, значит, пассажиров там брали, пошили спасательное железо, и, значит, катали народом, зарабатывали себе на жизнь, и летом, целое лето они, в общем-то, обитали там. Наши яхтсмены, наши отечественные, в числе которых был Виктор Языков, яхта большая называлась Фазиси, они, значит, Виктор Языков увидел лодку этого Сергея, подошел, посмотрел, кто лодку делал, говорит, я. И он его пригласил к себе на постройку большой яхты, которая танцует, что увидел, что у человека золотые руки, способность и так далее. Так что, вот, идет такая интересная история. Сейчас ко мне приходят двое ребят, которые на базе подвесных баков самолетных сейчас строят катамаран. Катамаран, они уже сделали раму для этого катамарана, мачту уже сделали. Но осталось дело за небольшим, это раскроить и пошить парус. Пошить парус на лодку парус, это довольно сложная задача. Я этим уже в профессии это, значит, шить парус, я научился паруса, и вот Сережа тогда шил эти паруса, и потом последний парус, у нас есть детский отклоп, который бодируется летом на Игорлыкском водохранилище, значит, вот у них там они один парус где-то потеряли, и я пошил новый парус, который в этом сезоне уже у них на бабках подхожу. На церковь Александра Дневского надошли, и там есть мастерская, где Сережа с ребятами они начали строить большой парусный швертбот, я им помогал в строительстве, и вот в этом году мы его закончим, постройку, и этот уже большой парусный швертбот, так называемая лодка тренера будет использоваться в детском медклубе для обучения начинающих морякланов. Это очень увлекательное дело, и думаю, что все желающие могут тоже потом присоединиться. Летом они базируются на базе отдыха, по-моему, «Голубая волна» называется база отдыха, при въезде в Сенгелеевске, с правой стороны это база, и они там летом базируются и обучают людей ходить как по-руссаму. Наверное, вкратце то, что я хотел рассказать. Это просто, да, Владимир Николаевич, мы сидим, вы чувствуете, все при тихле, потому что и на балконе, на лоджии построить водку, и пару сашей. Вы знаете, мы когда-то в глубоком детстве, но я, читали вот эти вот истории и думали, что таких людей нет, они где-то живут далеко и не с нами. Оказывается, они среди нас, понимаете? Да, еще одна тема, я могу вам открыть. Вот откройте. Значит, тема называется, она вошла в эту книгу, она называется «Боевые пояса». Ну, многие из вас видели казаков форму, и у казаков, значит, такие узенькие пояса с подвесками, там, с какими-то там украшениями и так далее. Меня заинтересовало вообще, что это за пояса, откуда они пошли, потому что они довольно тонкие, оружие на них не повесишь, для того, чтобы повесить там саблю, шашку, там, кинжал, должно быть довольно мощный пояс и так далее, портупея должна быть, а здесь, значит, какой-то пояс. Потом, значит, когда я познакомился с археологическими изысканиями, то был ли, значит, Клетнева, значит, археолог, историк, она раскопала много захоронений, алландские захоронения, где как раз были найдены вот эти боевые пояса. Она попыталась определить, что это вообще такое, вот эти бляшки, подвески, что они означали, ну, немножко не дошла, наверное, потому что женщины к оружию далеки от оружия, немножко, поэтому, вот. Оказалось, что, в общем-то, это довольно древняя традиция. Скифы, самоназвание, которое было, скалоты, скифы все называли скалоты, колот, 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 похоже на название, это греки уже их обозвали скифами, они, они как индейцы, убивая врага, либо отрубали голову, ему приносили, как, значит, доказательство своей голенской доблести, потом они просто снимали скальт, приносили, вот, и вешали этот скальт на уздечку, а после этого традиция перешла, как, они убивали врага, и местный металлур, чеканщик, что угодно, выдавал им бляшку с изображением личины человека, эта бляшка с личиной человека вешалась на пояс, и, соответственно, когда Плетнева обнаружила, что вот молодой воин, там, захоронение воина молодого, там, 19-20 лет, а у него, там, этих бляшек целую куфу, а у какого-то старого, там, пожилого воина, их меньше, ну, молодой, энергичный парень, хороший рубак и так далее, мог вполне убить, там, 10-20 и больше врагов, вот, потом, значит, я обнаружил еще аварские боевые пояса, там четко, личины, прямо, вот эти фотографии тут есть, вот в этой книжке, значит, там, три личины вместе, шесть и так далее, это тоже, вот на аварских боевых поясах, тоже вешались вот эти личины, подтверждение воинской доблести, подвеска могла означать ранг воина, когда происходила инициация воина, ему вручали вот этот боевой пояс, все, происходила инициация молодого парня, воина, пояс, и дальше он уже, так сказать, рос в своем ранге, одна подвеска могла означать, десятник, допустим, две подвески, сотник, три подвески, тысячи, тысячи, там, тьма, или как она называлась на Руси, да, и вот эта, в общем-то, тема, она, мне была интересна, я ее исследовал, и написал вот этот материал по боевым поясам, кстати, традиция, вот этих всех обозначений, количество уничтоженных врагов, она дошла и до наших времен, у нас, на фюзелярах самолетов, на стволах пушек, что рисовали, звездочки, количество сбитых самолетов, немцы кресты все рисовали, то есть, то есть, дошла, вот это до наших времен, только, не на поясах все это делают, а на стволах орудий, там, или снайперы у нас что делали, засечка на прикладе, да, сколько снайпер врагов уничтожил, вот эта традиция, да, она дошла до нашего периода, да, и, кстати, когда я изучал вот это итогское извояние, а местные жители называли Духа Бек, вот это изображение, этого воина, она называлась Духа Бек, ну, Бек понятно, да, князь, по своей сути, Бек, а что такое Дука? А потом, когда я уже обратился к словарю, далее, я увидел, что Дука это богатый, вельможа и так далее, но не это главное, значит, были наших два князя, по-моему, литовцами, уведены в плен, имя одного из князя было Дука, вот имя славянское имя Дука, то есть здесь оно четко было определено, ну, и когда я написал эту брошюру, то эпиграф написал, вот такое стихотворение в эпиграфе, читатель мой, уж ты не обессудь, строкам, внимая этим беспристрастным, за ними ход истории прекрасной, сквозь призму времени свою доносит суть, то есть, именно вот через призму времени мы воспринимаем эти исторические события тех времен, и уже как-то их трансформируем, к нашему времени все это дело изучаем, и в конце этого нет, и чем дальше от нас события отстоят, тем больше это похоже на сказку, то есть история, по сути дела, красиво написанная сказка, Геродотом, Страбоном, потом более поздними историками, ну, мы основываемся именно на работах древних историков, берем за основу то, что они написали, хотя выводы многие делают прямо противоположные, читая одну и ту же книгу, одну и ту же историю, выводы почему-то совершенно другие, и еще есть такой интересный ученый, Клесов, Анатолий Клесов, он преподает в Горвардском университете, был лауреатом премии Ленинского комсомола, и государственной премии, когда в СССР все проживал, и он, значит, интересную науку, значит, открыл для нас, называется, ДНК-генеалогия, ДНК-генеалогия, когда на базе Y-хромосома мужской можно определить, где и когда жили ваши древние предки, и я как раз, мой сын подал анализы, отправил в лабораторию в Москву, ну, и, значит, я уже говорил, у меня псевдоним литературный Скиф, я как-то предполагал, что мы откуда, где-то из Скифского рода, оказалось, нет, мы из Ленинского рода, отсюда, с Адриатики, там, где живут сегодня хорваты, значит, сербы, хорваты, вот моя родословная идет оттуда, древняя родословная, я имею в виду, а потом мы уже, когда сюда перебрались, значит, на территорию России, мы уже стали, насколько были воинами все мои предки, а мы стали защитниками южных рубежей России, Московского, это тогда государство, и вот потом, а поскольку я это узнал не очень, так сказать, давно, поскольку в свое время было гонение на казах, и так далее, и когда у нас здесь возрождение казаха началось, у меня многие друзья казахи, значит, они говорят, ну, давай туда, в казах, я говорю, ну, я какое имею отношение к казахам? и приехал к отцу, я ему рассказал эту всю историю, он говорит, ну, как, со мной непосредственно, мы же казачьего рода, поэтому, вполне, говорит, может туда вступать, в свое сообщество казачьего, и так далее, и так далее, ну, тогда стало понятно, и вот, значит, у Анатолия Клесова, у него есть хорошая книга, «Происходение славя» называется, довольно большая, такая довольно объемная книга, и он написал в ней так, «Как ни удивительно, подавляющему большинству историков вообще не свойственен широкий взгляд на вещи, осмысление альтернативных объяснений, обнаруженным, полученным фактом и наблюдением». Почему я здесь написал? Потому что, действительно, своими комментариями я здесь развенчиваю некоторые вот эти мифы, которые были созданы и археологами, и историками, потому что они как-то вот на одной идее зациклились, и все, вот у них, это страна-городок, все, и они дальше этой гипотезы, никуда ни влево, ни вправо не могут уйти. Почему ушли, для них тоже загадка. Почему в этих городах изготавливалась керамика разнообразная, я прочитал большой материал по изготовлению керамики вот в этом городе Аркаиме, а керамика была очень разнообразная, с разными составами, с разными начинами, то есть начины это то, что добавляется в глину, допустим, туда можно добавлять кузнечиков, можно добавлять что угодно, траву, листву, песок, камни, начины разные, и тот, кто изучал как раз из Челябинского университета вот эту керамику древнюю, он не смог ответить на вопрос, почему такое разнообразие. Здесь все просто объясняется, род, которого учили в керамике, он уходил потом на другую территорию, а там может попадаться разная глина, разный начин, разный песок и так далее, поэтому максимум могли, старались дать, в общем-то, разнообразные вот эти все, значит, керамические изделия, ну а вроде как археологи, историки должны были понять и дать объяснение, они не смогли. Точно так же, когда Аркаим строился, то стены строились по разным технологиям, одни стены забутовывались просто там песком, глиной, и еще такое, да, а другие стены с сердцовыми кирпичами забутовывались, и прочие дела. археологи делают выводы, что, ну вот, разная семья, которая туда вселялась, она по-разному все строила, как дачу мы строим, разная конфигурация, разная форма, так же и здесь. Нет, на самом деле, разная технология давалась, и поэтому. И еще такой момент, на Урале, где очень много камня, город строился, из земли и дерева, все, то есть камень не использовался, почему? Ну, например, вот там я привожу, Крыл-Каркар, Калган, крепость, которая, она, то есть пластический песок, где-то дерево использовалось, и все, то есть можно было возводить стены, только из использования того материала, куда-то, ну и потом по технологии, там я сделал, сделать свои выводы, как строился город здесь, допустим, где они их обучали, как он строился там уже, на выезде, так сказать, на миграционных потоках, Роза по-разному. Здесь спокойно можно было сегментарно как-то строить и так далее, а там нет. Там вот эти повозки, на которых они мигрировали, это все делался круг защитный, потом строилась внешняя стена, а внешняя стена строилась из материала, который добывался из рва, который окапывался в крепость. Эта земля вынималась и из нее строилась стена. А чтобы стена не рушилась, то делались такие из бревен, типа пирамиды. Складывалась пирамида и по периметру, а потом это все засыпалось, тогда стена капитально стояла и не рушилась. Соответственно, крепость могла стоять очень долго. И еще такой момент, вот та же город-крепость Аркаим, он строился в Низине. То есть крепость, как защитное сооружение, она всегда строится где? На горе. Савропольская крепость строилась на горе. Также остальные крепости, они все строятся, а здесь она в Низине. То есть понятно было, что это учебная крепость, ее можно было строить поближе к воде, конечно, там и так далее. Потому что вот этот ров защитный, он заполнялся водой из близлежащей речки, ручья там и так далее. То есть по технологии чуть четко это вписывалось во всю эту процедуру построить. Ну, сейчас, наверное, почти все. Но есть еще у меня там материалы? Вообще, может быть, у кого-то вопросы, если не прийти, пожалуйста, скажите, пожалуйста, пожалуйста. Мои предки, Полиня и мама, они все из Московского. То есть они там крестились, обвенчались, отпевались. В этом году Московской церкви 180 лет. Ну, я как бы краем уха слышала, вот подземный ход. А немножко пошире вы можете рассказать? Ну, только вот то, что здесь в этой книге есть. То есть мы здесь сфотографировали взорванный вход, вот этот подземный ход. А где он находится? Найденов, 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 в сторону Изобильного, с левой стороны, там, это Найденов, когда вот там был вход, а выходил он сюда, к Московскому. А в Московском, где он? А в Московском выходил, где вот этот, со стороны Рездвянного, обрывы вот эти, которые обрывы, там такая еще дорога идет, спускается вдоль этого обрывистого. Да, где-то здесь, да, где-то был здесь, но он тоже то ли засыпан был, то ли взорван. Это где-то сейчас, где идет этот подземный ход, как выбирается, источники там, не отличается. Ну, я там не знаю, там, когда выезжаешь в горы, а там снизу бюджет-источники по земле. Вы там? Набираем воду, там, там, вот, куда сторону Московского, по-моему, Московский, по-моему, там, ну, да, там же и круг, два пруда там, один слева, там небольшой пруда. Само собой, а по дороге туда, как раз через Московский, там есть такой обрыв, и там оттуда выходит родник, вот родник чистейшей воды. Может быть, это сейчас, я так ориентировочно прикину, надо более конкретно посмотреть, показывать. Ну, да, мы в этой сторону особо не изучали, там мы посадили, посмотрели. Кстати, моя внучка тоже переченая, как раз вот, вот, в этой церкви, на Московском. Да, нам она тоже нравится, да, красотка. Да, 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 да. Как хорошо, что мы все это помним, мы знаем, Владимир Николаевич, можно вас спросить, а как все-таки по-русски идешь? А тут все такие прикидки, как лучше идти по-русски, да, потому что все прочитали Крита, но что, как это делать дома? Я вообще не представляю, я ничего не представляю. Вот смотрите, история, история, значит, хождения под парусами. Раньше, те же дракары там и так далее, везде использовались прямые паруса, да, прямой парус, и хрень, они увешаются в прямой парус, и два, значит, соответственно, два шкота, которые удержат углы этого паруса. Но такой парус может использоваться только при попутновении, то есть если ветер у вас какой-то встречный или боковой, уже с парусами было сложно ходить. Поэтому история развития парусов, у меня есть большая такая тут-таки книга, как раз там история развития парусного флота, и вот эти все трансформации от прямого паруса уже к современному бермудскому, так называемому, парусному вооружению. Парус – это фактически то же самое крыло самолета, то есть крыло самолета обладает подъемной силой, то есть форма, когда сверху идет кривая, а снизу прямая, то вот эта разница расстояния верхней части крыла и нижней, она создает подъемную силу вверх. Также парус, вы представите, это крыло вертикально, и у вас создается сила, которая толкает вашу лодку. Поэтому форма паруса, она именно как такая, парус обладает небольшим так называемым пузом, пузо паруса, то есть это не просто прямая, треугольная, ну грот допустим. Грот – это треугольный парус основной на лодке, он имеет в одну треть от передней части паруса, от передней шкаторины, имеет небольшое пузо. И в зависимости от того, для каких ветров используется парус, для слабых ветров или сильных, если слабый ветер, то пузо должно быть большое, чтобы тяга была бы. А если сильный ветер, средний сильный ветер, тогда эта пузо должно быть небольшого размера. Поэтому в моей этой книге здесь как раз четко расписано, как шьется парус, как он кроится и так далее. То есть рангоут, рангоут – это мачта, гиг там и так далее. Вот вы берете мачту, размеры мачты, размеры гига, и потом по нему рисуете сам этот парус, который имеет переднюю шкаторину, нижнюю шкаторину и заднюю шкаторину. Задняя шкаторина паруса имеет горб, вот такой, то есть чтобы увеличить площадь паруса, он делается не прямая шкаторина, она именно делается такая горбатая. А туда вставляются деревянные латы, латы, которые поддерживают заднюю шкаторину. И вот когда вы рисуете чертеж паруса, то есть размечаете одну треть здесь, здесь перпендикуляр к задней шкаторине, и впереди делаются закладки паруса, чтобы вот это пузо получить. Закладки, еще по женскому швиду, называется выточки, выточки, закладки. Вот эти закладки делаются, и тогда парус обретает вот эту форму крыла, и он обладает достаточно интересной тягой. У меня сейчас лежат 4-5 проектов ладьи, то есть я нарисовал чертежи древней славянской ладьи, и, наверное, в этом году мы уже с другом моим, Вадиком, начнем потихоньку строить эту древнюю ладью. У меня мастерская на даче 7 метров на 5 метров размера, то есть у меня вот такая большая мастерская, 7 на 5, я специально эту мастерскую строил, чтобы построить вот эту большую лодку, и у меня, да, вот эти 5 проектов разные, то есть у меня длина ладьи 6 метров на 2, 6 метров на 2,5, 6,80 на 2, 6,80 на 2,5, ну и 5 проект, я уже не помню, какие размерения были у меня, но, тем не менее, как раз вот был поиск формы. Ладья будет именно стилизована по древнюю славянскую ладью, с носовой фигурой, с кормовой фигурой и так далее. Насколько у славян был бог, которого звали Паринута, или Паревит, Паринута, там по-разному называют, он обладал, значит, четырьмя ликами, то есть у него лики смотрели на все четыре стороны, а пятый лик у него был еще и на груди, то есть вот эту фигуру мы как раз и делаем носовой, глядящий нам во все стороны бог древнеславянский, который еще смотрит вперед под воду, чтобы не напороться на скалы. Он беремянный. Вот это вот древняя славянская ментология, у меня много литературы, но я прикинула. Ну, ребята, вообще, надо их, да, как били, ребята, надо верить в чудеса. Свои первые вот. А как же вы вытаскивали, ладно? На первые, вот в прошлый раз рассказывали, ну немножко скажите, как вы по Манычу прошли, вот здесь прошло. А, путешествия по Манычу? Да. Ну, изначально, перед тем, как начать строить свою парусную лодку на лоджии, я обошел весь город наш, все школы, попытки, значит, найти место, где заниматься с детьми, чтобы строить лодки там и так далее. Ну, как бы у меня ничего не получилось, поэтому я уехал в Тюмень с бригадой Плотникова. И два сезона я работал в Тюмени бригадиром Плотникова. Мы в системе Лукойл работали, знаете, там, строили объекты, ремонтировали общежития вахтовые. Вы знаете, почему название Лукойл? Нет. Лукойл – это три образующих города. Л – Лангипас, У – Урай, Китарика – Когалым. Лангипас, Урай, Когалым – это три образующие лукойловскую структуру города. Я был во всех этих трех городах. Мы там, я же уже сказал, ремонтировали вахту 40, вахта 80, это одна двухэтажная вахтовая строение. Ну, офисы там делали мы, ну, в общем, зарабатывали. Просто только я зарабатывал, заработал немножко денег, я как раз купил себе несколько станков деревообрабатывающих, и вот на ложе пятого этажа построил свою парусную лодку. Сначала была идея путешествовать в одиночку. Есть у меня такая книжка, где описывается одиночное путешествие многих наших морских мореплавателей. Ну, потом, когда лодка была закончена, она, полностью оснащенная лодка, весит 50 килограмм. То есть, 50 килограмм – это немного, но лодка, как ее тащить. То есть, надо было какие-то колеса, там, какой-то прицеп, там и все прочие дела. Ну, поэтому я себе нашел напарника, и, значит, мы уже с ним опробовали здесь по месту, на наших близлежащих акваториях, как ходить под парус, как управлять. Я буквально немножко походил, когда Крадцово озеро у нас было еще открыто для посещения, мы там, значит, вот практиковались на этом Крадцовом озере. Ну, и потом, значит, Володя у нас на «Жигулях», лодка спокойно на багажнике на «Жигули» кладется сверху, увязывается и вперед. Отвез нас туда, и вот мы, значит, стартовали вот этот мост, который от Дивного, да, где через маночку, которая идет, там, вот мы оттуда, у нас точка старта была здесь. Она, в моей этой книжке, здесь как раз, по-моему, есть фотографии нашего старта, да. Да, 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 вот здесь как раз есть, где мы стартуем. Ну, и потом, я, значит, когда «Черновик» написал этой книжке, а Константин Зеленский, мой товарищ, который занимается охотой на лес, тренирует он мастер спорта, заслуженный тренер, а сейчас он уже и защитил, значит, докторскую диссертацию по спорту, единственный, по-моему, устранник, кто защитил по радиоспорту диссертацию докторскую. Вот, он сказал, да, интересно, описание все, ну, вот если ты карту туда приложил бы, к твоему маршруту, это было бы еще интереснее, где будут стоянки ваши, маршрут, там, и так далее. Да, и тогда, в общем-то, я попросил Михаила Васашу, моего друга художника, и он, значит, мне вот эту карту, все, вот здесь, значит, стоят стоянки обозначены, сам маршрут по Манычу, и, да, и теперь, когда читаешь, видно, вот здесь стоянка, вот тут, вот, очень в этом плане интересно. На Маныче очень интересно путешествовать, разнообразная природа, неожиданности, допустим, вот мы выплываем, а дальше там дамба должна быть, а и все заросло камышом. Куда идти, непонятно, ну, какое строение там стояло, то ли водокачка, то ли еще, ну, правим туда, правим туда, и находим протоку, значит, начинаем по этой протоке тащить лодку, сева на байдарка, у нас при цепе шла байдарка, такая надувная байдарка, «Ласточка-21» называется, он нам пошел туда на разведку, и все, исчез. Я тащу эту лодку, а у нас такие костюмы, строительные непромоканцы, так называемые, брюки непромокающие, куртки, вот я, значит, тащу лодку, проваливаются так по поясу, раздирают все штанины, камыш разрывают, наконец появляется этот разведчик, и все, и мы, значит, идут туда, причальник этой плотине, перетащили, перетащили лодку, значит, здесь поставили, а дальше уже идет и горлык, он идет, канал там был прокопан, он такой прямой идет, тут стена камыша, и мы, значит, уже готовимся к ужину, и приезжают, значит, откуда-то, на москвиче, какой-то дед с двумя ребятами, вот, они тут, значит, на багажник москвича готовят бутылку водки, закуску, пригласили нас, я говорю, у нас сухой закон, мы не бьем, когда под парусом ходим, пить нельзя, это вещь серьезная, и он, значит, они выпили, говорят, а вы чего приехали, на рыбалку, а где ваши снасти удочки, ну, оказалось, что они с щитями, приехали с сетью, забрели, значит, а тут едет, а наверху стоит здание вот этого, значит, егеря, который живет там на горе, который смотрит за всеми делами, он тут подъезжает, значит, конфискует у них эту сеть, рыбу забирает, в общем, от матерей, прогнал оттуда, и к нам приезжает, говорит, а вы, вот, у нас лодка, там все, выбирайте еще рыбу на уху, говорит, и пожарите, выдал нам, значит, там десяток хороших вот таких сазанчиков, мы, значит, пожарили, сварили ухи, вот, и он, значит, уехал. Нечестно, нечестно, нечестно. А рано утром, я, значит, а у нас палатка, мы быстренько ставили палатку, значит, на берегу, утром слышал какой-то скрип такой, скрип, скрип, просыпаясь, проснулся уже, была здесь, значит, поэтому и горлыком, две лодки плывут, значит, на веслах, за ними тянется вот это днево, то есть они тянут на это днево, то есть браконьеры тоже, крепные, и туда, значит, они проплыли, ушли, мы потихоньку собрали, по этому каналу, по вседачу. А потом уже следующая дамба, нам тоже ребята помогли перенести лодку, значит, а у них хватки стоят, они, значит, подняли хватки, тоже, да, вот такие в двери рыбины, там, на безлу, на рыбу, но здесь, да, это по манычу, а на Волге, когда путешествовали, там рыбалка отменная, там, да, становишься буквально, там, с собой всегда у меня была мука в бутылке, и жмых, быстро намесил, значит, прикормил рыбой, все, 15 минут, вот такая огромная плотва, уже у тебя 15 штучек есть, можно уже ику сварить, там, пожарить, вот, создание угол, там называется, такое, значит, слияние, речик идет, ну, протока в Могер, там, и вот мы там остановились уже на ночевку, и какой-то такой мужичок, у него венок тут висит, значит, о, вы откуда? я говорю, он на корме читает, он меня на корме, это Ставрополь, я, значит, он, давай, Ставрополь, да ладно, ну, говорит, так, пошли со мной, ну, сева пошел с ним, и приходит оттуда, у него, она, в кепке, так, гора рака, вот такие, вот, кто говорит, вы потом закапываете, тут раково затвечено, ловить, говорит, поэтому, мы, значит, натворили этих раков, задовольствия, он и сплетели, то есть, в этом плане, на Волге мне очень дорого, понравилось, там, путешествие стоит, скажите, что такое, вот, вы про Кравцово озеро, что-то можете сказать, не тайну его? да, Кравцово озеро, оно у нас фигурирует, не как озеро, оно, вообще-то, как болото, вот, да, там же остров плавает, да, да, когда я первый раз открыл карту Ставропольского края, я ищу Кравцово озеро, а его там нет, искал, искал, потом посмотрел, а вот оно, трасса идет, здесь, значит, вот оно, оно обозначено, как болото, оно идет Кравцово болото, несмотря на то, что там вроде акватория, а почему? Когда же пытались определить глубину этого озера, оно не подлежит измерению, там идет, настолько водоросли много заруживает, мы с моим товарищем, вот, с Володей Борзовым, туда приехали со своими лодками, покататься, там, выходной день, и сильный шквалистый ветер, и он, значит, Володя выплыл, как раз к этому острову, вот туда пошел, и его, значит, положило парусами на воду, и вот этот шкот, значит, зацепил за, за, за щелку, и перо руля у него выскочило, и утонуло, и мы потом пытались кошками, там, ну, где-то ее доставить, попытаться зацепить, нет, бесполезно там уже, там, ну, начинаешь опускать, оно идет, идет, потому что где-то повисло на траве, начинаешь тащить, и вот такой пучок травы оттуда, вытаскиваешь, все бесполезно, вот, чтобы про это узнать, откуда этот остров появился, Половучий, как он появился, и вообще его история интересная, но очень остров, не просто так, там глубина хорошая, и там про этот остров ходят, тоже такие, вы понимаете, ну да, я, ну, он плавучий, сейчас он дрифовал туда, на западной части, по-моему, уже он там больше не дрифует, он, по-моему, он пускал, я давно там не был, уже несколько лет, но так, я на рыбалку все время туда ездил, специалистов, у нас есть эти специалисты, которые именно Кравцова и Северна. Я вам еще интересный момент расскажу, значит, Толбатов Андрей, мой товарищ, ну, решил освоить парусную лодку, так называемую серфию, а Валентин Борисович Гловацкий, он наш древний судостроитель, он построил уже целую кучу разных конструкций, и сейчас он живет на даче в Солнечнодольске, и уже строит Тремарант, заканчивает строительство Тремарант, такой серьезный Тремарант, значит, основной поплавок большой, два триггера, и он, значит, первая его конструкция была вот эта из фанеры сделанная парусная доска, вся остальная оснастка у нее уже куда-то там ушла, паруса в одну сторону, мастер в другую, а доска эта оставалась, и он, значит, мы поехали с Андреем, забрали у нее эту доску, там не хватало, по-моему, плавника, я вытащил плавник, сделал, поехали, купили трубу, материал, я пошил парус на этот, на эту парусную доску, а Андрею уже было полетняя осень, он купил себе гидрокостюм, и мы выехали вот на это Коротцово озеро, поставили, а я до этого дал им катера-яхты, такой журнал большой, и там как раз были люди, обучение, хождение на парусной доске, он все это почитал, и, значит, поставили на воду эту доску, он на нее заливнул, ну и я насчитал 30 падений, потом перестал считать, падает, поднимается, опять поднимает этот парус, пошел дальше, опять падает, в общем, 30 падений, но он научился, после 30 падений, так что такое связано с Коротцовым озером, тоже у меня приключения было. У кого-нибудь есть вопросы? Можно, да, потому что такие знания, и, во-первых, самое главное, что вам все это интересно, смотрите, и Акаин, и постройка водки, и путешествия, и все, а скажите, пожалуйста, а вот вы там рабочие, вы берете отпуск, или как святая? А, да, тоже, в момент есть интересный, я пошел работать, как эта контора называлась, Старопольс Сельхоз Энерго, или что-то такое, я туда устроился на работу, начальником лаборатории, поскольку у меня радиотехническое образование, электротехническое, ну, все, значит, я там отрабатываю месяц, второй, а тут как раз-то надо уже идти в плаванье, в путешествии, и как раз мы в это время начали строить вот эта объездная дорога, которая идет в северную объезд, мы как раз вот эти освещения делали вдоль этой трассы, освещение, ну, все, мы уже почти закончили, я прихожу к начальнику, заявление можно на отпуск, на две недели выпуска, ну, и вот, надо объектом, и все заканчивать, поскольку меня не отпустили в отпуск, я написал заявление на увольнение, уволился и поплыл, поплыл на очередное путешествие, так что все решалось очень радикально, радикально и просто, уволился и поплыл. Ради мечты, да? Конечно. Ну, это дорого вас будет. Вы знаете, мы сегодня поблагодарим, да, Владимира Николаевича Симонова, путешественника, писателя, вот такого уникального человека, который для нас сегодня, ну, приоткрыл тайны и своих увлечений, и наших, и, дорогой Владимир Николаевич, мы вас в свободное время ждем в нашей студии, пожалуйста, озвучьте для людей эти книги, пожалуйста, потому что где можно эти книги, книги великолепные, где можно книги купить? Да, вот интересно, где? Любовь Ивановна, да. Вы знаете, я такую книгу, я в библиотеку сюда принесу, я сегодня как раз... У нас она в фонде есть, чтобы почитать. Прочитать. И вот эта книга есть. Ну да, когда ты... Тайна Аркаима тоже... И Тайна Аркаима будет в фонде, сегодня поставим. Хорошо, а вообще... Кавказская мозаика, вот эта книжка, по-моему, она была по нашим магазинам, издатель Андрей Надершин, я с ним сегодня как раз общался, она продавалась и в Китай-городе, эта книга была, насколько я знаю, и потом на рынке Тухачевском, там на втором этаже, я видел тоже там эту книжку. Я там как раз живу недалеко. Да, у Кавказской мозаика, там у них тоже была продавана. На тронтаже? Да? Да. Дорогие мои, вот сегодня переговаривались, а вот вы вот так можете вообще? Вы знаете, когда мы приглашаем таких людей, это еще для того, чтобы... А может быть у кого-то есть эта мечта? Не бойтесь ее осуществить. Я творится так очень счастливой. Дорогие наши, давайте поблагодарим Владимира Николаевича. Пусть все наши вещи осуществлятся, и вот эти вот древние лодки будут построены. Ну, конечно... Когда будут построены, я вас приглашу. Конечно. Нет, обещайте. А теперь, вот выходимы. Потому что это очень здорово. А вы знаете, нас дальше ждут новые, да, интересные встречи с вами. Ну, мы просто поплаваем. Субтитры сделал DimaTorzok.